Уважаемые коллеги, друзья, Марина Борисовна сегодня уже обозначила проблему, даже вопрос, о котором мы будем более подробно говорить. Это касается вопросов нутритивной поддержки онкологических больных. Если говорить об основных принципах проведения нутритивной поддержки у онкологических больных, то самое важное, на что мы всегда акцентируем внимание, что у пациентов достаточно часто есть у онкологических пациентов потеря массы тела. И самое важное, что неадекватное питание – это та ситуация, когда пациент не может сам себе обеспечить поступление. Это если только задуматься, более половины от своих энергетических потребностей в течении одной или двух недель. Более того, потеря мышечной массы характерна для онкологического процесса и влияет на переносимость лечения. Более того, потеря мышечной массы перед началом специализированного лечения – это в целом достаточно неблагоприятный признак. Поэтому очень важно, что вот эта нутритивная поддержка, о которой пойдет речь, она необходима не только для поддержания равновесия и тех процессов, которые происходят в организме, но это восстановление метаболизма, поддержание метаболизма повышает устойчивость организма к хирургическому лекарственному лечению, лучевой терапии. И у пациентов с высоким риском нутритивной недостаточности важно увеличить объем принимаемой пищи путем подбора диеты или назначения пероральных и интеральных диет. Врачи, у них есть такой термин, как сиппинг, то есть прием пищи через рот, внутрь. Предпочтительным, конечно же, методом нутритивной поддержки является энтеральное питание. Только тогда, когда в принципе невозможно энтеральное питание, питание через рот, внутрь, тогда уже обсуждается и проэнтеральное питание. Когда же нужно проводить нутритивную поддержку? Ну, по сути, всегда. То есть это на этапе постановка диагноза, на этапе подготовки к лечению, на этапе самого лечения и реабилитации. Попытаемся, в принципе, проговорить, с чего же, вот так я утверждаю, где та доказательная база. Ну, вот существуют определенные уровни доказательности у врачей, и вот метаанализа считается одним из наивысшим мерилом доказательности в онкологии. Ну, и как в любом разделе медицины. Так вот, в систематическом обзоре, куда включались сведения более чем 30 рандомизированных клинических исследований, так что, да, и вошли в серии метаанализов, была показана эффективность применения высокобелкового сиппинга для улучшения нутритивного статуса, силы, мышечной силы. Было также отмечено, что вот это активное высокобелковое питание снижает число осложнений, повторные госпитализации. И особенно это было отмечено у пациентов старшей возрастной группы и у пациентов с недостаточностью питания. И важно, что вот достоверное снижение частоты осложнений при применении высокобелковой нутритивной поддержки и снижение частоты повторных госпитализаций при применении высокобелкового сиппинга. Эти повторные госпитализации были связаны прежде всего с осложнениями, которые возникали на фоне того или иного лечения. И вот, собственно, как врачи, как пациенты, точнее, как врачи определяют, есть ли или нет, и какая выраженность недостаточности питания у онкологического пациента. Есть так называемый скрининг недостаточности питания. Если посмотреть на слайд, вот есть одна колонка, вторая колонка, и рядом с каждым обозначением соответственно баллы. Вот незначительно, то есть прежде всего онкологическое заболевание – это уже один балл. Даже умеренная потеря 5% массы тела за последние два месяца – это уже получается 2 балла. А если еще и есть, получается, если посмотреть на анализ этого скрининга, 3 и более баллов имеется риск недостаточности питания, необходимо разработать план нутритивной поддержки. И то есть получается, по сути, все наши онкологические больные, особенно с потерей массы тела, им показано проведение нутритивной поддержки. И у пациентов, если же это еще тем более пациенты старшей возрастной группы более 70 лет, к полученной сумме прибавляется 1 балл. И вот в целом, когда пациенты всегда спрашивают врачи, а сколько же вы потеряли за последнее время? И вот если даже подумать, что 5% от массы тела, это вот от 60 килограмм, это всего-навсего 3 килограмма. Пациенты иногда приходят, говорят, вот мы за последние 5 месяцев потеряли 7, 15, 20 килограмм. То есть это значение достаточно такие колоссальные цифры. И здесь об этом надо всегда помнить. А нам для онкологов уже потери массы тела на 5% – это сигнал достаточно серьезный. Кроме того, оценка недостаточности питания. Есть и показатели, кроме дефицита массы тела и индекса массы тела. Мы также смотрим, можем посмотреть и на лимфоциты, на уровень лимфоцитов, на общий белок, на показатели лимубина. И вот рекомендации мы сейчас попытаемся, времени не так много, всего лишь 15 минут. Но попытаюсь, основные такие ключевые вещи в отношении хирургического, при хирургическом лечении, а роль нутритивной поддержки при лучевой терапии, кратко при химиотерапии. Так вот, рекомендация международная, рекомендация до операции перед обширными вмешательствами пациентов с недостаточностью питания, необходимости проведения нутритивной поддержки 7-14 дней. И начинать нутритивную поддержку предпочтительно до госпитализации на операцию. После операции начинать энтеральную поддержку после операции в течение 24 часов. Зондовое питание, если это показ, начинается с минимальной скоростью. И у пациентов с нутритивной недостаточностью продолжается нутритивная поддержка после выписки. И вот те, собственно, потребности пациента, на которые ориентируется врач, они указаны на слайде. И последствия недостаточности питания, конечно же, это повышение риска развития инфекционных осложнений, ухудшение восстановительного процесса, снижение мышечной силы, увеличение продолжительности госпитализации, затрат на лечение. И вот надо ли проводить нутриативную поддержку в плановой хирургии? Что мы по этому поводу думаем? Так вот, больные, поступающие на плановое оперативное лечение, в большинстве случаев рассматриваются как компенсированные. Больной начинает питаться обычной пищей через 3 дня при неполосных операциях и через 4-5 дней после абдоминальных операций. Мероприятия, направленные на снижение операционного стресса, способствуют уменьшению инсулинорезистентности, увеличению переносимости обычного питания. А как же на самом деле? Потери азота в ранний послеоперационный период очень высоки. При операциях на органах брюшной полости, в частности, они порядка 17 грамм. А оперативное вмешательство, связанный с ним операционный стресс, вызывает функциональную перестройку всех систем организма и приводит к значительному усилению катаболических процессов в послеоперационном периоде. И вот если посмотреть, потери 17 грамм азота – это полкилограмма мышечной массы ежесуточно. В условиях отрицательного азотистого баланса за дефицит 1 грамма азота организм расплачивается распадом 25 грамм мышечной массы. Это достаточно серьезные потери. И вот что же мы можем сделать до операции? И здесь вот мне слова Василия Викторовича очень важны. У нас взаимная ответственность и разделение ответственности между врачом и пациентом. Важно, да, обучить пациента. И вот пациент, да, наша задача – рассказать пациенту, что его ожидает. Призвать пациента сотрудничать с нами. Уменьшить тревогу и потребность в Англизии. Пациент должен знать четко, что с ним будет происходить и что он должен делать. Рассказать пациенту о роли восстановления после операции. Подготовить пациента лекарственная, соответственно, поддержка. Исключить курение и алкоголь. И провести предоперационно-натритивную поддержку. Что же, вот и что мы, в принципе, можем сделать до операции? Конечно же, это отсутствие ограничения питания до операции, если они, конечно, не объясняются какой-то сопутствующей патологией и соблюдением строгой диеты. Нет каких-то хронических заболеваний, которые бы нужна была необходимость той или иной диеты. В целом, твердая пища возможна за 6 часов до операции. Светлые прозрачные жидкости условно за 2 часа до операции безопасны и эффективны. Углевод, содержащий жидкости до операции, позволяет уменьшить послеоперационный катаболизм, инсулин резистент, повышение уровня сахара в крови, мышечную слабость. Самое важное, что даже если нет перистальтики, кормить пациента можно и нужно. Критерием восстановления функции кишки является отхождение газов, а не появление перистальтики. Перистальтика толстой кишки восстанавливается после операции, конечно, в зависимости, какая это была операция, через 36-48 часов. И моторика желудка восстанавливается в первые 24 часа. Но здесь рекомендации представлены ранний послеоперационный период у пациентов, которые получали операции на желудочно-кишечном тракте. Но в целом, что хочется сказать, что, конечно же, та работа, которая проводится на отделениях, на хирургических сегодня проводится, тот фаст-трек, который активно пропагандируется, на отделении, которое сейчас представляет Беркут Мария Владимировна, возглавляет его НОСов Александр Константинович, вот эта методика широко используется. И проводится этот фаст-трек, это элементы фаст-трека на всех этапах, включая предоперационную, сама операция, анестезиологическое пособие, ранний послеоперационный период. И Антон Андреевич с его командой активно включается на всех этапах, потому что только мультидисциплинарная команда здесь может оказать максимальный эффект. И это крайне важно. Нутритивная поддержка также, безусловно, важна и при лучевой терапии. Это важно и при тяжелом лучевом указите, когда воспаляются слизистые ротовой полости и слизистые желудочно-кишечного тракта. Что еще хотелось бы отметить, что при лекарственной терапии, при противоопухолевой терапии, особенно при проведении химиотерапии, потери белков в экране высоки. И во время лечения противоопухолевыми препаратами важно адекватное питание, регулярно проводить оценку нутритивного статуса для предупреждения потери веса и снижения мышечной массы. И, конечно же, необходим индивидуальный подход, работа специалистов отделения реабилитации и знания самих врачей и онкологов, конечно же, в этой области крайне важны. Но можно ли использовать для зондового питания обычную пищу, гомонизированную в блендере? Не рекомендуется. Применение для зондового питания обычной пищи, гомонизированной в блендере, почему не рекомендуется? Потому что, прежде всего, несбалансировано по основным компонентам, которые крайне необходимы для жизнедеятельности организма. Имеет короткий срок годности, высокий риск инфекции из-за инфицирования, возможность попадания в пищу микроорганизмов. И может привести, к сожалению, и к закупориванию зондов. И вот, а нужна ли, тот же вопрос, который задается, а нужна ли нутритивная поддержка в позднем, послеоперационном периоде, после выписки? Вот при недостаточности питания, риске развития этой недостаточности. Конечно же, тут важно и во время госпитализации пациенты, которые находятся в отделениях, особенно хирургического профиля, там, где особенно выражен риск нутритивной поддержки, нутритивное питание получают. Также у нас пациенты получают нутритивное питание на отделениях специализированных, отделениях, где пациенты получают трансплантацию, высокодозную химиотерапию, и там, где, собственно, на химиотерапии, где пациенты показаны, также проводится нутритивная поддержка. Но что хотелось бы отметить, что при среднем и тяжелом риске нутритивной недостаточности, особенно после операции на верхних отделах желудочно-кишечного тракта, необходимо рассмотреть рутинные применения нутритивной поддержки в послемооперационном периоде, после выписки, что, собственно, активно выполняется на наших хирургических отделениях. И после обширных хирургических вмешательств важно понимать, что пациенты сами не могут восполнить, казалось бы, иногда говорят, Татьяна, мы хорошо питаемся, но, тем не менее, здесь важна именно нутритивная поддержка, так как здесь сбалансированная смеси по всем, как врачи говорят, нутриентам, компонентам, которые важны. Так вот, еще раз, здесь важно, конечно же, грамотно специалисту оценить нутритивный статус, питательный статус пациента. Важно рассчитать потребности в этих питательных веществах, выбрать, собственно, смесь нутритивной поддержки и контролировать это. Но важно еще хотелось бы сказать, что вот та фраза, что кормление, что мы кормим пациента, мы кормим опухоль, не доказано влияние нутритивной поддержки на рост опухоли. Оценка и мониторинг нутритивного статуса должны проводиться на всем протяжении лечения и реабилитации пациента. Ну и нутритивная поддержка должна начинаться одновременно с началом противопухоли лечения, особенно когда есть риск развития нутритивной поддержки или сам риск нутритивной недостаточности, или нутритивная недостаточность есть. Но, собственно, какой способ нутритивной поддержки выбрать? Основной принцип. Если желудочно-кишечный тракт работает, конечно же, использовать его. Если это возможно, предпочтение, конечно же, надо всегда отдавать пероральному питанию. Полное парантеральное питание возможно только в том случае, то есть питание через попадание питательных веществ не через рот, а через вену, если имеется выраженное нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Таким образом, на что хотелось бы отметить, что нутритивная поддержка – неотъемлемая часть лечения и реабилитации, удовлетворение потребности организма в макро, микро и в тех нутриентах, восстановление азотистого баланса в организме, профилактика и лечение опухоли ассоциированной недостаточности питания. Кроме того, основное, что важно, что возможно проведение полной токсической химиотерапии, лучевой терапии и также улучшение ее переносимости у пациентов, у которых нет нутритивной недостаточности или она компенсирована, риск меньше проводят в отделениях реанимации, меньше вероятность развития раневой инфекции, снижается частота послеоперационных осложнений, но и, конечно же, все это отражается на качестве жизни пациентов. Поэтому в заключении хотелось бы сказать, что наша задача – вернуть пациентов к обычной жизни, к работе как можно быстрее, при этом качество жизни должно хотя бы не ухудшиться и сделать все возможное, чтобы уменьшить бремя помощи. И здесь вот неотъемлемая нутритивная поддержка, неотъемлемая часть терапии и реабилитации. И когда пациенты находятся в специализированном учреждении, то вот сейчас в те рекомендации, которые пишутся, рекомендации Минздрава, нутритивная поддержка включена, и она просчитывается, и пациенты должны и будут получать во время лечения специализированного лечения. Другое дело вопрос, который решается во всех территориальных, территориально, как обеспечить нутритивной поддержке амбулаторно, это действительно решение принимается власть имущими. И в Санкт-Петербурге этот вопрос одно время был очень хорошо решен, наши пациенты амбулаторно, особенно с пациентами с опухолем головы, шеей, желудочно-кишечного тракта, нутритивную поддержку получали. Сейчас этот вопрос продолжается решаться. И я надеюсь, что мы все надеемся, что вот это продолжение назначения нутритивной поддержки, особенно кто в ней нуждается, будет продолжено и на амбулаторном этапе. Дорогие коллеги, друзья, я желаю нам всем здоровья и готова ответить на вопросы, если у меня еще осталось время.